И всем привет! Вы на канале Няша Геймс и мы продолжаем играть в игрушку Титан Квест. Мы уже практически добрались до Мемфиса, или как там он называется. Да, Мемфис, добрались. Так, давайте тут сейчас постражаемся и я думаю быстро с вами выполним задание. Так, кстати, у нас повысился уровень, так что давайте сейчас... ...что-нибудь себе улучшим. Так, чтобы нам прокачать два очка, делаем интеллект и делаем себе силу. Так, и давайте выберем магию. У нас есть три очка, они использованы. Так, что мы будем качать с вами? Почему до сих пор невозможно чуму прокачать? Это было бы очень круто. Ну, давайте вот это прокачаем. И вот так вот. Давайте сейчас посмотрим, откроется у нас оно или нет. До сих пор не получилось это открыть. Странно. Лесная нимфа. Герой призывает волшебную лесную нимфу, которая вооружена магическим луком и может накладывать на союзников заклятие, помогающее в бою. Вот это вот очень классная штука, я тоже хочу себе такое. Так. Что бы тут еще такое было крутое? Стена терновника. Вокруг героя вырастает терновая роща, которая не дает врагам добраться до него. Тоже так прикольно. Защита нимфы. Нимфа призывает лозу, которая удерживает врагов на расстоянии. Ну, это уже полностью вся прокачка идет лесной нимфы. Так, ну ладно, давайте двигаться дальше. 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 Так, давайте идти в другую сторону. Не, спасибо, не надо нам этого. Ура, фонтанчик. Рыночная площадь Мемфиса. У меня нет времени на пустую болтовнюку. Я очень занят. Мне кажется, ты хочешь что-нибудь купить. А точнее, я хочу что-нибудь продать. Так, 21 защита. У нас 30 защит. У нас круче. Так. Так, оберег духа. 61 энергия и восстановление энергии. Так, а что если... Так, 51 энергия, 16 интеллекта. А здесь... Здесь только все энергия. Ладно, в общем, давайте это, наверное, тоже продадим, может. Так, что у нас здесь? Ага. Он добавляет нам энергия. Так, у нас сила так уменьшается. В общем, не знаю. Пока что давайте это оставим. Но не уверена, что она нам нужна. Письмо. Вы не можете продать эту вещь. Видимо, это будет первая вещь у нашего погонщика. О, кстати, мы сейчас тут вот все сущности отправим... Эту тоже не можем продать. Отправим нашему погонщику. Наконец-то я придумала, что можно оставлять на складе. И, в принципе, может быть, мы что-нибудь даже и насобираем. Так, а где там этот погонщик был? Стоп. Куда я пришла? Ага, где-то, где-то вот здесь. Так. Вот это, вот это, вот это. Вот это вот, в общем, все тебе. Так, это мы оставим, продадим. Так, это мы оставим. И это тоже нам еще пригодится. Так. Спасибо. Так, давайте теперь с кем поболтаем. Сет и Осирис были братьями. Детние Нут и Геба. Геба и Геба. Судьба распорядилась так, что Осирис стал самым первым фараоном и правил страной вместе с царицей Несидой. Он научил нас обрабатывать землю, строить кавы, как гео, щита и сады. Но Сет завидовал своему брату и придумал хитрый путь. Он изготовил красивый ящик из кедра и сказал Осирису, что он будет принадлежать тому, что в нем поместится. Осирис, доверяя своему брату, залез внутрь, а Сет быстро захлопнул ящик, забил его гвоздями и бросил в гнил. А даже Сида нашла ящик, Сет страшно разозлился. Он украл ящик, открыл его, разорвал брата на 13 кусков и снова бросил их в гнил. И Сида стал искать останки своего мужа, но смогла найти только 12 частей. И тогда она изготовила недостающую часть тела из пуска. Так возникла первая гумия. По тайном месте, скрытым от глаз Сета, она провела ритуал, чтобы Осирис мог попасть в царство мертвых. С тех пор так хоронят всех мараон. Прикольная история. Мне все очень нравится, какие тут истории нам рассказывают, и какие тут диалоги есть. Пока что я ничего не хочу покупать. Ну, а ты чего не разговариваешь? Так, задание. Награда 8000 единиц опыта. Награда Диогеновое кольцо жизни. Ну, в принципе, неплохо так. Сейчас с тобой поговорим, мы к тебе еще вернемся. Ну, ладно, а теперь здесь поболтаем. Ну, ладно, а теперь здесь поболтаем. И что? На этом все. Мы просто путешествуем дальше. Так, у нас здесь ворота сфинкса. Ворота пальмы. Что, все? Нас выгнали из Мемфиса? Квартал ремесленников. Так, ну, здесь опять враги. Еще один фонтан. Удивительно, как и там, и там. Ну, вернее, перед входом и перед выходом сразу тут есть аж два фонтана, когда мы долгое время путешествовали. Давайте посмотрим. ритуал вызова. Чтобы восстановить связь с Страженом Богом Имхотеп, необходимо два древних могущественных артефакта. Десница равновесия и Око Хаоса. Заполучить Око А Хаоса из мест неподалекого Оазиса Фаиум и заполучить десницу равновесия из Гизы. В общем, он почему-то с нами в этот раз не заговорил, хотя очень этого ждала. Так что у нас есть такие вот новые задания, которые мы с вами прочитали. Ну, а мы уже встретимся с вами в следующей серии, в следующем видосике. Так что ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока!